Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем пятничном вебинаре, нашей предпоследней вебинарной недели Директ-Академии. Сегодня у нас Татьяна Телегина со своим последним в этом сезоне вебинаром, который называется «Индикатор ДОИ». Как всегда, перед тем, как передать слово нашему ведущему, я хотел бы сделать несколько кратких объявлений. В самом начале нашего чата находится информация о ссылках, которые ведут на наш сайт. Первая ссылка ведет на наш сайт с расписанием. И в этой ссылке вы можете записаться на все вебинары, которые пройдут до конца нашего учебного года. Уже осталось совсем немного. Последняя неделя будет насыщена, и все пять дней рабочих нашей следующей недели будут тоже заполнены вебинарами. Так что приходите по этой ссылке и регистрируйтесь на вебинары будущей недели. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на Ютубе, и на ней, на этом видеоканале, можно познакомиться с записями, кроме всего прочего, можно познакомиться с записями всех вебинаров, которые проводятся в Директ-Академии. В настоящий момент там более 300 записей вебинаров за все время существования Директ-Академии. Ну и третья ссылка ведет на страницу с описанием онлайн-курсов компании Директ-Медиа, которые мы предлагаем реализовать совместно с вузами или какими-то другими юридическими лицами. Как всегда, хотел бы два новых, два следующих проанонсировать вебинара. Одну минутку, сейчас я возьму эту информацию и помещу ее в наш чат. Вот так. Так, забыл сменить себе цвет шрифта. Вот так вот будет. Итак, первый вебинар пройдет в понедельник. Первый из тех, которые я анонсирую, пройдет в понедельник. Это будет вебинар Юрия Николаевича Белоножкина, посвященный компьютерной анимации для педагогов. И второй вебинар – это вебинар Константина Николаевича Костюка, руководителя компании Директ-Медиа, тренды издательского рынка, формирование рынка авторов в цифровой публикационной среде. Ну что ж, мое краткое слово закончено. Я представляю слово Татьяне Телегиной для того, чтобы воспроизвести сегодняшнюю тему, провести сегодняшний вебинар «Идентификатор ДОИ». Прошу Татьяну. Прошу Татьяну. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое, Павел Юрьевич, за то, что предоставили слово. Да, сразу отвечаю на вопрос, животрепещущий вопрос каждого вебинара, будет ли презентация. Да, сейчас я ее попробую открыть. Презентация уже есть. Можно забрать ее в папочке «Ресурсы». Если кто-то сегодня первый раз, прошу прощения у тех, кто... У постоянных посетителей вебинара. Справа в панели инструментов ищем папочку и скачиваем имеющуюся там презентацию в формате PDF. Для скачивания нажимайте, пожалуйста, на зеленый значок. Если вы будете щелкать просто по ссылке, она у вас может не скачаться. Ну и для начала давайте... Да, смотрю, уже плюсики пошли. Не знаю, к чему это. К презентации или к техническим настройкам. Но такой наш традиционный уже ритуал приветствия, проверка связи. Поставьте, пожалуйста, три плюсика, если хорошо видно, слышно. И видно рабочий стол, видно презентацию. Ага, спасибо. Как всегда у нас все в порядке, поэтому можно начинать. И, дорогие коллеги, у нас сегодня последний вебинар. Мне тут сказали, не говори последний, нужно говорить крайний. Но я человек несу и верный. Ну, последний или крайний. Последний вебинар в нашей серии учебного 2017-2018 года цикла «Школы научной публикации» и «Библиография для небиблиографов». И сегодняшним вебинаром мы завершаем нашу тему про классификаторы и идентификаторы. Мы уже познакомились со скопусом в App of Science, познакомились с классификаторами УДК и ББК, разобрали их структуру, с кодами, познакомились и разобрались, как ими пользоваться, посмотрели и попробовали разные онлайн-ресурсы. Ссылки у нас с вами были на эти ресурсы, которые облегчают жизнь простым преподавателям и научным руководителям. А Юлия Борисовна подсказывает, последний на текущий момент. Хорошо, Юлия Борисовна, последний на текущий момент вебинар. И сегодня у нас с вами остается последний вопрос в этой теме на текущий момент. Это индекс... Спасибо, Павел Юрьевич. Так вот, сегодня у нас с вами последний вопрос про идентификатор DOE, про индекс DOE. И мы немножко поговорим о нем. Ну и, конечно же, покажу вам пару хитростей и пару полезностей. Во-первых, как его получить. Во-вторых, есть очень интересный форматор такой нашла. Попробуем его сегодня посмотреть с рабочего стола, я вам покажу, и ссылку на него обязательно дам. Сразу скажу, можно сразу расслабиться. Дойка отменяется. Индекс DOE самостоятельно авторами не присваивается. То есть это прерогатива присвоения индекса, его составления. Это прерогатива издающей организации. Либо организации регистратора, уполномоченной Международным фондом DOE. Мы к этому, как авторы, никакого отношения не имеем. То есть нам индексировать по DOE самостоятельно ничего не надо. Слава богу, хоть здесь нас от этого избавили. Но уметь прочитать этот индекс и знать, что это такое, как его использовать, вот это уметь важно. Причем важно не только преподавателям, библиотекарям, библиографам, научным руководителям обязательно, аспирантам, магистрантам, студентам, пишущим дипломы, то есть авторам научных статей, всем, кто обращается к научным публикациям, к научной информации. Индекс DOE – это то, что надо. Вот это вот нужно. Зачем, почему, как, кто его присваивает и что с этим делать? Вот с этим мы давайте с вами сегодня и разберемся. Заставка не меняется. Татьяна Михайловна, заставка пока не меняется, потому что я ее не меняла. Сейчас поменяю и давайте посмотрим. И начнем мы с терминологии. Терминологии много не будет, всего три основных понятия, которые нам следует для себя взять. DOE – по-другому еще иногда его сокращают, вот аббревиатуру по-русски как ЦИУ. Цифровой идентификатор объекта более привычный, и это все-таки англоязычная версия DOE. Это идентификатор научной информации, цифровых научных данных. Что подразумевается под научными данными? Это любые текстовые, кому присваивается индекс, это любые текстовые, мультимедийные, информационные ресурсы, причем как опубликованные, так и не опубликованные, которые созданы в процессе интеллектуальной деятельности и представляются в виде информационных объектов, пригодных для использования с помощью интернета и для цитирования. Идентификация цифровых научных данных – это процесс присвоения объекту научных данных уникального имени DOE. Ну, имя DOE, это, конечно, звучит гордо и громко, чаще всего это цифровой индекс, некоторый набор цифр. И после этого к ресурсам можно обращаться без учета места его физического расположения. Примеры научных цифровых данных – это могут быть и журнальные статьи, материалы конференции, любые файлы, программы для ЭВМ, схемы, фотографии, научные отчеты, рисунки, таблицы, авторефераты, выпускные и квалификационные работы, кстати, тоже могут иметь свой индекс DOE. Любая, вот это важный момент, еще неоднократно на него буду, наверное, обращать наше внимание, особенно преподавателей, это учебная и учебно-методическая литература. Зачем нужен, соответственно, вопрос, зачем он нужен, для чего этот индекс DOE существует. Есть несколько причин заиметь этот индекс. Причина первая. Во-первых, поиск. Легко, просто, удобно. Легкость поиска. Достаточно ввести идентификатор в поисковые системы. Есть две глобальные поисковые системы, на самом деле их немножко побольше, но две такие наиболее часто используемые. Это DOE и датасайт. И все. Мы получаем сведения о ресурсе его создателя. Можно через поиск в строке браузера по индексу искать и переходить сразу же к описанию ресурса, а иногда и к полному тексту. Дальше я вам покажу, как это можно легко и просто сделать и получить полную информацию об источнике. То есть это сокращение времени на поиск. Буквально в 2-3 клика мы получаем полную информацию о документе. Конечно, в условиях ограниченного ресурса времени, когда диплом надо сдавать к позывчера, а мы только-только. Вот такой доступ был бы, конечно, очень даже к месту. Второй плюс присвоения этого индекса – простота цитирования. Используя DOE, можно очень легко создавать описание ресурса для использования в списке источников. Чаще всего это, сразу скажу, в списке источников, там, где требования к оформлению по ГОС-2008. 2003-го, честно говоря, я не обнаружила. Ну, 2008-2008. И есть специальный форматор, так называемый индекса DOE, который переводит индекс в описание. CitationCrossSite.org. Что это за зверь и с чем его едят? Давайте попробую сейчас запустить показ рабочего стола и покажу вам, как работает этот форматор. И заодно эту первую полезную ссылку потом продублирую в чат. Значит, коллеги, я сейчас попробую перейти в показ рабочего стола. И как только картиночки появятся, вы мне, пожалуйста... Так, сейчас я минутку, сейчас я посмотрю, правильно ли. Да, сайт, Citation, отлично. Так, и как только картиночка появится, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, что появилось. Смотрю. Ага, есть, отлично. Сейчас я его делаю вот так. И показываю, как можно индекс DOE перевести в формат ссылки. Вот такой простой форматор цитирования DOE. Всего одно поле ввода, два поле выбора. И дальше мы про эти агентства будем говорить. Вот он показывает, по каким базам он работает. Это регистрационное агентство DOE, уполномоченное Международным фондом DOE. Присваивать индексы. Вот она, DataSite, вот CrossRev. Два основных таких агентства. Медра. И вот четвертое агентство, честно скажу, что-то, видимо, китайское. Открыть его у меня сразу, признаюсь, не получилось. То есть он выдает ошибку и не открывает этот сайт. Как называется, тоже сказать, к сожалению, не могу. Мне знакомы только три буквы английские DOE. Ну и, видимо, это вот что-то, какой-то закрытый ресурс. Вряд ли мы с ним будем сталкиваться настолько часто, если только не публикуемся в китайских изданиях. Итак, как работает форматор? Берем индекс DOE. Просто копируем его и вставляем вот сюда, в адресную, в поле ввода, в адресную строку, хотелось сказать. Затем выбираем стиль форматирования. Вот здесь у меня стоит ГОС-2008. Попробую его убрать. Вот. Вот все стили, которые можно выбрать. Посмотрите, сколько их здесь, много чего здесь, только нет. Да, и даже есть какие-то совершенно уникальные стили, видимо, вот, присущие для разных журналов. Биофизический журнал. Вот в соответствии с их требованиями к оформлению ссылок, вы можете, если эта организация, это издание есть в этом списке, вы можете составить быстро по идентификатору DOE, составить описание. Ну и дальше выборы языка из страны. Здесь тоже список не меньше, да, разные страны. Берем русский. Данные я уже ввела заранее, чтобы не искать по этому списку. И дальше нажимаем кнопочку формат. Все. Вот она наша ссылка. Вот она уже оформлена. Копируем в буфер. Он автоматически уходит в буфер обмена. Нам остается ее только вставить в свой источник, в свой вордовский, например, файл какой-то. Но здесь нужно, опять же, проверять. Вот недаром мы с вами не один раз на наших вебинарах про ссылки и оформление библиографических описаний обращали внимание. Вот посмотрите, здесь имя. Первый инициал автора идет с маленькой буквы. Конечно, вот такие вот мелочи, они могут здесь проскакивать. Вот здесь дабл слэш идет через пробел. Естественно, его нужно будет между двумя вот этими косыми чертами убрать. То есть вот такие вот мелкие правки здесь все-таки могут понадобиться. Но в целом нам не надо утруждать себя составлением полного описания ссылки. Она у нас уже есть. Вот в этом преимущество вот этого форматора. Очень легко, просто, быстро и удобно. И сейчас я вам эту ссылочку в чат закину. То есть если статья имеет... Вот она ссылочка на этот ресурс. Ресурс очень полезный, простой, открытый, онлайновый, бесплатный. Поэтому, если у вас статья с индексом DOE, то вам легко составить на нее описание. Следующий плюс присвоения этого индекса – это доступность ресурса. Я бы сказала, не просто доступность, а долговременная доступность ресурса. То есть присваивание DOE дает возможность переходить к ресурсу по этому уникальному имени вне зависимости от изменения его текущего местонахождения. То есть если даже ваш электронный журнал, в котором вы опубликовали статью, он закрылся или что-то произошло с сайтом, то ваша статья все равно останется, вне зависимости от того, что происходит с самим ресурсом. Доступ к материалу будет по индексу DOE открыт. Это, конечно, тоже большой плюс. В этом же, кстати, большой плюс для тех, кто пишет выпускные квалификационные работы, диссертационные исследования, научные статьи. И очень часто мы сталкиваемся с тем, что по URL-адресу материал недоступен, куда-то переехал, найти мы его не можем, и начинаются проблемы и большие правки. Вот с индексом DOE эти проблемы решаются. Повышение рейтинга. Это касается правообладателей. Правообладателей и создателей ресурса, который присваивает индекс DOE. Вот это присвоение способствует его попаданию в мировые базы данных, реферативные, библиографические, в мировые индексы. И, соответственно, повышается вероятность цитирования. По оценке членов DataSite, одного из официальных регистраторов DOE, присвоение индекса повышает цитируемость ресурса где-то в два раза. Конечно, это очень важно для журналов, это очень важно для повышения их престижности, значимости, признания и импакт-фактора. Но для нас это тоже, хоть мы и не издатели, является важным моментом. Чем лучше положение издания, тем лучше нам публиковаться именно в нем. Еще один плюс – это повышение статуса ресурса. Вот наличие индекса DOE показывает, что этот ресурс, это издание, этот журнал подготовлен для цитирования. Материал в этом издании подготовлен для цитирования и использования в других публикациях и научных работах. Поэтому смело можно этот материал брать, на него ссылаться и использовать в своих публикациях. Следующий момент – это фиксация новизны и авторства. Присвоение индекса DOE – это всегда регистрация в глобальном пространстве. Соответственно, очень быстрый способ донести информацию о факте появления нового ресурса и его авторе, как правообладателе. Причем не только для публикации, но и для исходных данных, на основе которых и появляются публикации. То есть, если есть какие-то сырые материалы, есть часть публикации, а DOE может присваиваться не всему ресурсу целиком, а отдельной части. Не всей книге, а отдельной главе. Не всей статье, а какой-то части, например, таблице, рисунку или диаграмме. И седьмая причина, зачем нам нужен индекс DOE – это минимизация потери при учете цитирования. Индекс является основой для учета цитирований в наукометрических базах, ведущих мировых базах. И такой гарант, что ли, точности учета – использование ресурсов в других публикациях. Ну и восьмой принцип. А вот восьмой принцип я вас попрошу сформулировать самостоятельно. Семь причин мы с вами сейчас посмотрели, а восьмую – попробуйте к концу сегодняшнего вебинара подумать. И в конце напишите мне, пожалуйста, в чат, вот для себя, в чем вы видите полезность присвоения индекса DOE вашим публикациям, работам, может быть, публикациям и работам ваших студентов. И в конце вебинара мы вот эту восьмую причину сформулируем уже самостоятельно. Для себя я уже знаю, в чем ее преимущество, в чем ее плюс. Для кого? Кому нужен DOE? Ну, во-первых, это вузы и библиотеки, особенно если у них есть электронные библиотеки, репозитории, то есть оцифрованные документы, ресурсы различных форматов в цифровом виде, электронные версии печатных документов, ну, такие репозитории журналов, материалов конференций, научные репозитории, кстати, различных лабораторий, организаций, а очень часто вузы либо имеют какие-то организации, такие холдинги, да, учебно-производственные комплексы, есть научные лаборатории, практические лаборатории, где собирается большое количество научных данных, результатов, экспериментов, и все вот это может быть зафиксировано и войти в наукометрические международные базы. Вот для этого всего может использоваться индекс DOE. То есть это не только статья, это не только книга, спектр применения гораздо более широкий. И в этом тоже большой скрывается плюс и потенциал для образовательных организаций, для библиотек, ну и для издательств в том числе. Кстати, индекс DOE может присваиваться и материалам, которые используются для электронных ресурсов, самим электронным ресурсам, образовательного назначения, используемого в учебном процессе. Это могут быть массовые открытые курсы, это могут быть те онлайн-курсы, которые мы создаем. Но преподаватели поняли, о чем я сейчас говорю, защита контента. Знаете, фактически это защита контента. И с присвоением индекса DOE мы можем решить одну очень, ну, хоть каким-то образом решить одну проблему, которая очень остро стоит у преподавателей, с чем, общаясь с коллегами в социальных сетях, на профессиональных сайтах, на конференциях, постоянно я слышу этот вопрос. Вот с одной стороны, есть материал, которым хочется поделиться, есть разработки, есть наработки, донести. А с другой стороны, страшно. А если украдут? Вот про заимствование, скажем так, черное заимствование контента, неоднократно этот вопрос поднимался. Так вот, присвоение индекса DOE, оно может помочь решить эту проблему. Даже если ваш ресурс существует в электронном виде. Получить индекс и жить спокойно. Да, да, Юлия Борисовна, если что-то актуальное, обязательно, обязательно украдут. Но, с одной стороны, это хорошо, признание, да, все-таки признание, делаем то, что нужно. Но, с другой стороны, я тоже понимаю, как и автор-разработчик, многие вещи просто вот так уходят, и если на тебя даже не ссылаются, выдают это за свое, ну, по крайней мере, обидно уж бывает точно. Ты просто скажи, что это вот, откуда ты это взял? Да, да, очень-очень неприятно, очень неприятно. И, ага, отлично, пошли-пошли-пошли варианты восьмых причин. Да, действительно, ну, не в полной мере, наверное, защита авторского права, так как, если бы мы регистрировали право интеллектуальной собственности, дуэт все-таки немножечко другое, но юридически подтвержденный факт авторства данного материала, ведь прежде чем получить индекс дуэт, этот материал проходит, естественно, проверку и на антиплагиат, и на соответствие, и на заимствование, и на все на свете. И только после этого он присваивается. То есть вы подтверждаете, что это ваша авторская разработка. Поэтому для себя я восьмую причину в этом и увидела, зачем нужен индекс дуэ. Это возможность защитить свой контент. И в случае возникновения споров есть на что ссылаться, есть официальное подтверждение. Не просто я опубликовала раньше, пойди докажи. А вот подстраховка, лишняя подстраховка лишней не будет. Издательствам и электронным библиотечным системам дуэ полезен, ну, во-первых, по той же причине, и чаще всего используется для журналов статей любой печатной электронной продукции, которую эти издательства и выпускают, а электронные библиотечные системы собирают. Из чего состоит ДОИ? Так, какова его инфраструктура, кто присваивает эти индексы, куда бежать, кому звонить? Пара, немножко цифр из истории, долго на этом останавливаться не будем. Международный фонд ДОИ, или еще иногда его сокращают IDF, International Doi Foundation, был создан в 1998 году крупными международными издателями. И уже через два года он начал присваивать индексы ДОИ. То есть вот уже 18 лет идет регистрация научной информации, научных документов. Первая регистрация делалась для научных статей, а уже в 2012 году ДОИ становится международным стандартом. ИСО, номер его здесь есть, это ИСО по информации документирования, система цифровых идентификаторов объектов. И сегодня вот эта технология ДОИ уже прочно вошла в практику работы зарубежных научных издательств. Вот цифры здесь я вам привела, оцените сами, сколько организаций присваивают ДОИ, сколько объектов. И обратите внимание, свыше 5 миллиардов переходов на статьи, на цифровые объекты осуществляется с помощью ДОИ. Это достаточно большая цифра, чтобы озаботиться тем, чтобы войти в это число, да и часть этих переходов было все-таки на нашей статье. И примерная структура в очень приближенном виде, опять же, нам полностью знать все нюансы, в общем-то, пока и к чему. Но вот примерно она выглядит вот так. Международный фонд ДОИ – это основная… Ой, Юлия Борисовна, спасибо. Как всегда, спасибо вам за активное участие в наших вебинарах и за поддержку. Вот Международный фонд ДОИ – это самый главный, верхушка пирамиды. Почему-то сразу вспомнилось пирамиду Маслову. Самая главная организация, и она уже определяет официальные регистраторы, несколько регистрирующих агентств, которые специализируются на отдельных сегментах электронных ресурсов. Ну, вот здесь цифры разнятся. Здесь на слайде у меня написано два официальных агентства, и чаще всего они упоминаются – это CrossRev и DataSite. Попадалось мне, что 10 регистрирующих агентств, но названия не упоминались, да, таким общим списком. На форматоре, который мы с вами сегодня смотрели, там было 4 агентства. Но для нас самое главное, вот, будем исходить из этих 4, минус китайский – 3. В принципе, от нас не зависит, в каком агентстве мы будем получать свой индекс. Это зависит от той организации, издающей, либо являющейся, полномочной присваивать индекс, с которой мы и будем работать на этапе издательско-редакторского, вот этого цикла выхода нашей публикации. Но все-таки знать основные агентства нужно для того, чтобы можно было искать потом информацию там. Все ДОИ, абсолютно все, доступны для поиска на сайте doi.org. Это сайт Международного фонда ДОИ. Вот так вот он выглядит. И вот здесь справа… Сейчас я попробую взять стрелочку. Если она у меня… Ага, вот возьми. Ура! И вот здесь, ссылочка здесь внизу есть на слайде, кто скачал презентацию, она будет активна, и ей можно будет пользоваться. И вот здесь вот поле ввода. Вот все. Мы просто вводим нужный нам идентификатор и получаем результат вне зависимости от того, в какой организации и каким официальным регистратором был зарегистрирован наш индекс ДОИ. То есть он действует для всех, для любых индексов. Как это выглядит? Ну, давайте я сейчас вам на всякий случай в чат, с вашего позволения, ссылочку на этот сайт продублирую, чтобы не лазить потом по презентациям. Пусть будет. Больше, не меньше. Как это выглядит? Вот возьмем… Да, чуть попозже я вам это покажу, как осуществлять этот поиск с помощью ДОИ. И следующий официальный регистратор ступенькой ниже – это Кроссреф. Существует он с 2000 года, зарегистрирован в США. Это не коммерческая организация. Существует она на ежегодные взносы участников. А участниками, кстати, участниками вот этих организаций-регистраторов могут стать только юридические лица. То есть издательства, библиотеки, другие организации, которые занимаются сохранением информации, либо ее производством. То есть нам в частном порядке туда войти нельзя. Но мы можем пользоваться только поисковыми, например, ресурсами, либо какими-то обучающими сервисами, которые есть на этих сайтах. Вот это официальный регистратор. На 2017 год более 114 стран являются участниками этого регистратора. Более 11 тысяч членов. И по данным этого сайта наиболее быстро растущими такими издательскими странами, которые становятся участниками процесса присвоения ДОИ, являются Южная Корея, Россия, Турция, Бразилия, Индонезия и Китай. По-моему, так. По-моему, никого не забыла. Ну, приятно слышать, что мы где-то на втором месте по активности. Второй сайт, второй ресурс и официальный регистратор – это DataSite. Это международная ассоциация, организована для присвоения ДОИ и идентификации научных данных и обеспечения доступа к ним в интернете. Вот мировая практика, еще раз напомню, мировая практика научная работа, она предполагает сохранение вообще всех полученных данных в ходе исследований либо работы над конечным продуктом или произведением в виде самостоятельных цифровых объектов. Вот эти сырые данные, файлы с данными для анализа, таблицы различных данных, таблицы с результатами опросов, рисунки, фотографии, чертежи, даже видео с результатами эксперимента – все это западными изданиями рекомендуется включать в список литературы наряду с привычными текстовыми публикациями. Вот этим мы сохраняем свои уникальные данные, с одной стороны, то, о чем мы с вами говорили, а с другой стороны мы даем возможность нашим коллегам, нашим оппонентам обратиться к данным исследований официально, открыто и легко в три клика для того, чтобы проверить обоснованность сделанных гипотез или выводов, внести свои коррективы, то есть это способствует развитию науки в целом. Но в то же время наши данные остаются сохраненными. Не надо устраивать глобальных переписок, выдавать, трясясь, парочку файлов, а вдруг они их опубликуют, опубликуют, они на них сошлются, вам будет цитировано. Вас процитировали, а если это еще издание Scopus или Web of Science, ну для преподавателей это вообще шикарно и замечательно. Поэтому еще раз запомните, любой объект может быть, любому объекту может быть присвоен индекс ДОИ. Вот это берите себе прямо на вооружение, это прямо, не скажу революционность, да, но очень хорошая возможность для преподавателей и для тех, кто занимается научной работой, таким вот образом расширять круг общения и связи и в то же время сохранять данные. И описание неопубликованных оперативных научных данных, они тоже могут иметь индекс ДОИ, попадать в базу DataSite. И вот здесь у нас недавно был интересный вопрос от одного из участников в нашей группе на Фейсбуке по поводу того, где, вот куда в Web of Science, по-моему, в какую из баз лучше, чтобы попала моя статья. И одна из баз, которая там звучала, это Data Citation Index. Так вот, в Data Citation Index, которая является одной из баз платформы Web of Science, имеющие ДОИ, неопубликованные и оперативные научные данные, попадают автоматически. Вот для них она как раз и создана. Поэтому даже имея сырой материал, но с присвоением ДОИ, вы можете попасть в эту базу данных, особенно если их еще кто-то процитирует. Тоже хороший такой, очень хороший плюс. И еще один из ресурсов, на котором долго останавливаться не буду, просто его упомяну. Он тоже у нас был, присутствовал логотипом в нашем форматоре. МЕДРА – это регистрирующий орган с 2003 года, он является официальным регистратором ДОИ. И в основном он специализируется, да, на издательство, научные учреждения, научно-исследовательские центры как международного уровня. Но в основном это ЕС и часто у них звучит Италия. Так что, по-моему, это итальянский ресурс, такой национальный. Ну и больше национальный. Ну и раз уж мы заговорили о национальных ресурсах, наш отечественный. Вот сейчас скажу вам важную информацию по поводу присвоения ДОИ и как его можно получить. И в конце расскажу подробно, как это можно сделать бесплатно. Да, присвоение ДОИ не всегда бесплатное. За него оно может осуществляться на платной основе. Но я вам расскажу, как это можно сделать бесплатно. В самом конце, легко и просто. В течение месяца вы получаете все. Все УДК, ББК, печатное произведение, и в том числе и ДОИ. Национальный центр ДОИ в 2016 году структурное подразделение Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого вступило в члены Международной ассоциации DataSite. Вот это и самое, о которой мы с вами говорили. Да, еще, коллеги, важный момент. Если вы знаете, что ваша организация, через которую вы получаете индекс, входит либо в CrossRev, либо в DataSite, то свой индекс нужно искать либо по ссылочке, которую я вам дала, ДОИ.орг, там все-все-все собирается со всех регистраторов, либо в том регистраторе, который вам выдавал регистрационный номер. Например, издательство, вот национальный центр регистрации ДОИ в Санкт-Петербургский, он относится к DataSite. То есть на CrossRev вы не сможете найти свой индекс, только на DataSite. Вот еще несколько слов об этом центре. Это первые представители России в ассоциации DataSite. Ну, наряду с такими библиотеками, там мы вошли и центрами, как библиотека Гарвардского университета, конечно же, Британская библиотека, Технологический университет Цюриха, по-моему, Цифровая библиотека Калифорнии и Национально-научно-техническая библиотека Германии и еще много-много кого. И вот мы стали в одном ряду с этими центрами. Услуги по предоставлению ДОИ Национальный центр оказывает организациям на основе заключенных договоров. На этом сайте, который вот здесь есть, и на него есть ссылочка на слайде, можно перейти, можно изучить всю информацию, которая есть по этому центру. Там есть и сервисы по регистрации ДОИ, и, возможно, какие-то получать консультации, обучение. То есть такие услуги там тоже предоставляются. И важный момент. Хорошая новость для нас с вами, как для авторов. С начала, с января, по-моему, 2017 года издательство Директ Медиа начала присваивать изданиям ЭБС идентификатор ДОИ. Совместный проект как раз с Национальным центром ДОИ Санкт-Петербургского университета. Через них мы получаем вот этот идентификатор. Всем электронным объектам. Регистрация ДОИ осуществляется в сотрудничестве с Национальным центром присвоения ДОИ и входит в Международную ассоциацию DataSite. Первоначально ДОИ присваивался всем студенческим квалификационным работам, публикуемым в ЭБС Электронная библиотека онлайн. Вот, пожалуйста, данные уже 168 студенческих работ, выпускных квалификационных работ получили свой индекс ДОИ. Неплохое начало. Это еще один, кстати, повод участвовать в конкурсе дипломов и студенческих работ, курсовых работ, которые проводятся издательством Директ Медиа. То есть все участники получают этот индекс. И все метаданные книг загружены в систему в соответствии с требованиями DataSite. То есть уже на этапе написания курсовой или дипломной работы есть возможность попасть в наукометрические базы. Это еще один повод, хороший повод для студентов и научных руководителей участвовать в тех конкурсах, которые проводят Директ Медиа и университетская библиотека онлайн. И информация о них на странице Директ Академии, Директ Медиа, Библиоклуба, они публикуются. Чуть попозже еще расскажу поподробнее про то, как можно в Директ Медиа получить этот индекс ДОИ. А пока мы с вами посмотрим очень кратко, тут хитростей мало, из чего состоит этот индекс и как его правильно читать. Вот индекс ДОИ. Структура очень простая. Все, что до косой черты, это префикс. Это тот код, который выдается официальным регистратором организации. Все, что после косой черты, это суффикс, который присваивает уже сама организация вашей публикации либо вашему цифровому объекту. Они могут выглядеть абсолютно по-разному. Но вот первая часть, вот этот вот префикс, сейчас попробую взять указочку, вот эта вот часть, она едина для всей организации. То есть у Директ Медиа тоже есть свой префикс, я его в конце вам покажу. И по нему можно найти, например, все публикации, все цифровые объекты, которым присваивался ДОИ именно этой организации. А вот это уже суффикс, который тоже можно прочитать. Заставляются они по-разному. Вот эти части после косой черты могут отличаться. могут отличаться вплоть до того, что вместо букв могут стоять одни цифры, поэтому пытаться их расшифровать, запомнить все не нужно. Смысла в этом большого нет. Но есть несколько принципов, которые в основном придерживаются издания. То есть после косой черты чаще всего идет название журнала сокращенно, потом год издания. Вот в данном случае это номер издания, том и что-то еще. То ли это ССН, то ли это номер статьи по порядку в этом томе, либо во всем выпуске. То есть вот здесь, честно говоря, трудно понять, что зашифровало издание, ну да и бог с ним. Вот здесь, да, название журнала, год, месяц и статья, порядковый номер статьи, публикации в этом выпуске. Иногда здесь дописывают, вот здесь просто номер, номер и том. Иногда дописывают сюда, ИССМ может попасть. Поэтому здесь вариации могут быть, но для нас самое главное знать, правильно ввести вот этот префикс. И если попадаются, да, то мы можем название журналов, какие-то комбинации цифр, то что они чаще всего обозначают. А чаще всего именно вот такая вот структура принята. Год, номер журнала, по крайней мере, мы можем определить уже по самому, по самому коду, по самому индексу. Так что здесь хитрости-то на самом деле немного. Индекс очень простой. Запоминать ничего не надо. Это вам не УДК с ББК. Гораздо проще. Есть один момент, коллеги. То, что у нас уже в чате немножко прозвучало, и то, на чем мы можем запнуться. Неправильное понимание взаимоотношений Дуи, Скопуса, Веб оф Сайнс и Ринца. Вот этот вот момент мы сейчас с вами посмотрим. Присвоение индекса Дуи и попадание вашей публикации или материала в наукометрические базы, в базы Скопус, в Эп оф Сайнс. Это два абсолютно разных процесса. То, что вам присвоили Дуи, это не значит, что автоматически вы можете везде писать, что у вас Скопусовская статья. А нет. Сейчас покажу, с какими хитростями мы можем столкнуться. Вот здесь Е-Лайбрери нам в помощь, кстати. Можно проверить по Е-Лайбрери. Вот смотрите. На примере статьи. Кстати, вот этот вот индекс мы уже в примере структуры использовали. Смотрите, захожу я на Е-Лайбрери, нахожу статью. Я вижу, что у нее вот есть у статьи индекс Дуи. Дальше я проверяю, значит ли это, что статья Скопусовская. Во-первых, я могу проверить и получить доступ по индексу Дуи. Я вам, кстати, обещала показать, как искать с помощью Дуи.орг, вот этого простого поисковика, как можно найти статью. Вот у меня есть индекс статьи. Я его ввожу сюда. Вот она. Вот она. Нажимаю кнопочку Пуск. Искать. И вот он мне что выдает. Он мне сразу выдает ссылку, где есть описание этой статьи. Сразу моментально, в один клик, я перехожу ко всему материалу. И вот здесь обращайте внимание, вот журнал, вот статья, вот ее описание. Обращайте внимание, если есть вот здесь полный текст и значится, вот здесь у нас PDF, то значит я эту статью могу, во-первых, прочитать вот отсюда. И в некоторых читать онлайн открыто, доступно и вполне легально. И если есть вот такой значок, забирайте статью к себе. Там можно ее скачать. Вот это вот удобная вещь. Ну а теперь к нашему к нашему соотношению DOE и скопусы в App of Science. Вот вижу, что есть DOE. Дальше посмотрела я статью. Перехожу там же, в e-library, на страничку данных самого журнала. И смотрю вот сюда. Скопус. Да, в скопусе есть. В данном случае мы попали. Бывает такое, но обязательно проверяйте. Да, вот по этой страничке, где приводятся данные, все данные на журнал, проверяйте обязательно, есть ли этот журнал в скопусе, индексируется ли он. Вот в данном случае у нас с вами попало, совпало. Есть и DOE и есть и скопус. Но есть и другие ситуации. Смотрите следующий пример. Что у нас еще может быть? Вторая статья. DOE и есть? Есть. Вот, кстати, видите, здесь никаких букв нет после косой черты, а идут одни цифры. Ну вот так издатель зашифровался. Не наша головная боль, думать, что они означают. И бог с ними. Главное, вот этот вот префикс. А это главное скопировать и в поисковую строку правильно вставить. Смотрим. Переходим на страницу журнала. Что у нас в скопусе? Нет. Нет. Имея DOE, статья автоматически в скопусе не индексируется, она туда не попадает. Но смотрите обязательно, есть ли переводные версии этих журналов. В данном случае есть переводная версия этого журнала. Переходим по ней. Смотрим переводную версию. Англоязычная. А вот англоязычная версия журнала в скопусе индексируется. Что это значит? Что если эта статья будет приведена на английский язык, и выйдет не в русскоязычной версии журнала, вот той первой, а по англоязычной, то она будет, имея индекс DOE, иметь индексацию и в скопус. Если нет, то DOE у нее есть, скопуса у нее нет. То же самое с Web of Science и прочими. Вот такая маленькая хитрость. Как попасть в скопус и в Web of Science, имея DOE? Кстати, если даже вы публикуетесь в журнале, который индексируется RINC, но скопуса нет, вы все равно в скопус попасть со своим материалом можете. Даже если это не статья, а даже если это отдельный файлик, даже если это отдельная таблица, рисунок или видеофайл, но имеющий индекс DOE. Попасть в Web of Science и в скопус можно. Но это уже совершенно другая хитрость, о которой мы будем говорить уже в нашем курсе. Сейчас планируется курс по тем материалов и вебинаров, которые прошли в течение этого года, плюс еще дополнительные материалы и дополнительные темы у нас будут. И вот там я вам вот этот вот секрет раскрою. Он простой, но может кто-то уже и догадался, как это можно сделать. Как получить DOE бесплатно? Можно ли это сделать? Можно. И достаточно просто. Во-первых, на какие объекты можно получать DOE? Вот примерный список есть здесь. Посмотрите, на научные отчеты, на отдельные доклады, даже на припринтой части публикаций, на отдельные главы разделы книг можно получить DOE. Не выдержал интернет последних минут. На все это можно получать. Пользуйтесь этим моментом. Но, естественно, здесь требуется и некий переговорный процесс. Во-первых, с издательствами и с теми организациями, которые будут присваивать вам этот индекс, нужно договариваться. Во-вторых, если вы пишете работу в соавторстве, например, книга, часть из которой принадлежит вам, вашему пиру и творчеству, то нужно решать вопрос с соавторами. Если они не хотят DOE, а вам надо, то здесь уже вопрос коммуникации и договоренности. Восьмая причина. Коллеги, вот вначале мы с вами поставили восьмую причину. Уже по ходу кто-то набросал варианты. Кто еще не успел этого сделать, пожалуйста, в чат набросайте. Вот для чего вы по результатам сегодняшнего вебинара видите для себя полезность, именно для себя, для своей деятельности или своих студентов полезность присвоения индекса DOE. Только пишите сначала цифру 8, а потом текст, чтобы не было понятно, что это формулировка вашего предложения. Вот для себя я увидела. Это защита контента. Защита контента и в то же время возможность донести его до широкой общественности. Прошу прощения, что тут у нас... Что-то с интернетом происходит, это не страшно. Вы пишите, пишите в чат, я все равно все это увижу. Успею только постараюсь успеть сказать последнюю плюшку, как получить DOE бесплатно. Вот здесь смотрите. Префикс издательства Директ Медиа. Вот он здесь приведен на слайде. Издательство Директ Медиа, который принадлежит проект Директ Академия, где мы с вами сейчас занимаемся, совместно с Национальным Центром Присвоения DOE, регистрирует DOE для авторов абсолютно бесплатно в системе DataSite. Три буквально шага нужно сделать. Подготовить свой материал, узнать условия публикации и передать материал в издательство. А контактное лицо, я вам сейчас раскрою все пароли и явки, если опять не упадет интернет. Значит, сначала готовим свой материал. Но опять же, лучше не страдать перфекционизмом, посмотреть, что вы можете, в каком объеме. Вот, держите ссылочка. Вот по этой ссылочке это адрес страницы издательства Директ Медиа с изложением условий для авторов. Как стать автором издательства, как издать свою публикацию. Кстати, преподавателям на заметку все опубликованные работы в издательстве Директ Медиа. Это абсолютно бесплатно для авторов. Единственное, что вы сами готовите материал. Присваивается РИНС, присваивается ДОИ, присваиваются все ББК, УДК и СБН. И вы получаете публикацию, которая индексируется в РИНС. То есть вы повышаете возможность цитирования вас. А это баллы. Это то, что входит в ваш индекс цитирования, который рассчитывается в УЗО. Используйте этот момент. Пока он есть, пока бесплатно. Я вот сама сейчас готовлю уже ряд целых материалов, которые в Директ Медиа будем стараться к осени выпускать. У них, кстати, не очень большой цикл, где-то около месяца. Поэтому вечная проблема преподавателей. Как опубликоваться? Вот у меня есть материал. Вот даже конспекты лекций, методические разработки. Все это можно опубликовать. Ну, единственное, что смотрите, соотносите с правилами своих ВУЗов. Контакты. Юлия Борисовна, контакт кидаю. Ой, что-то у меня, по-моему... Да, ну вот, да. Получилось так. Почему-то здесь у меня... Они показывают это ссылкой. Ссылкой, но на странице, вот на странице, по которой я дала первую ссылку с условиями, там есть еще раз повторены контакты, адреса, пароли, явки Юлии, которая занимается этим проектом издательства. И где-то после месяца полутора вы уже можете получить полноценную публикацию. Плюс участие студентов, выпускников в конкурсе дипломных и курсовых работ, которые каждый год проводит Директ Медиа, это тоже возможность получить дои уже для ваших студентов. А представляете, это же плюс еще научному руководителю. Работа моего студента участвовала в конкурсе, имеет индекс дои, это большее шансов, что ее будут цитировать. Помните, цитируемость возрастает в два раза. А это и вам плюс, как научному руководителю, подготовившему. Да, это может быть не отразится на нашем херше, но в резюме и в свои отчеты вполне можно, в те же индивидуальные планы вполне можно это вносить. Поэтому, коллеги, не пренебрегайте той возможностью, которую нам дает издательство Директ Медиа. Все это делается очень быстро, все это делается бесплатно. Все пароли и явки я вам открыла. Пользуйтесь, узнавайте, приходите. И это только часть тех возможностей, которые есть в издательстве, которые есть на нашем портале. И я думаю, что их будет с каждым днем все больше и больше. Анастасия, ну, на этом мы с вами, коллеги, подошли к концу. Сейчас я посмотрю еще по вопросам. И последнее, последнее уже традиционное приглашение в нашу группу. На Фейсбуке у нас есть группа. Вот там у нас возникают очень интересные иногда вопросы. Летом активность, скорее всего, будет нарастать, потому что, во-первых, не будет уже у меня аудиторных занятий, и я смогу, методическая работа, и я смогу уже более включенно работать в нашей группе. Поэтому не теряйте связь, приходите в нашу группу. Там будем поддерживать связь. И в летний период тоже летние каникулы, но интеллектуальная работа и деятельность продолжается. Итак, коллеги, на этом мы с вами заканчиваем. Так, вопросы у нас здесь, смотрю, от Анастасии Владимировны. Еще раз про РИНС. Публикация там должна быть размещена. Не совсем поняла, Анастасия Владимировна. Про что вопрос? Еще раз про РИНС. Публикация там должна быть размещена. Для чего? Я прошу прощения. Устно-письменное общение, иногда контекст отпадает. Если можно, еще раз напишите, пожалуйста, в чат. Если вы публикуетесь в Директ Медиа, то ваша публикация, она будет отражаться в РИНС. Если вы спрашиваете про то, присвоение РИНС и ДОИ, они тоже не взаимосвязаны. РИНС – это российский индекс цитирования, который не связан с присвоением индекса ДОИ. То есть одно другое автоматически не повлечет. Так же, как со Скопусом и Web of Science. А, чтобы ДОИ получить... Нет, нет, Анастасия Владимировна, нет. Чтобы ДОИ получить, это вам надо просто в Директ Медиа. И получить его бесплатно. Сдать публикацию. И если в Директ Медиа вы сдаете публикацию, она автоматически и получает ДОИ, и попадает в РИНС. То есть РИНС, Скопус и Web of Science – это отдельная песня, а ДОИ – это отдельная песня. РИНСовский журнал может не присваивать индексы ДОИ. И в то же время, если журнал присваивает индекс ДОИ, он может не входить в РИНС или в ядро РИНС. Так же, как со Скопусом. Мы пример с вами смотрели. Здесь то же самое. Но чаще всего, конечно, входит. Но смотреть нужно. Итак, коллеги, мы с вами завершаем. Отдельный раздел по цифровизации. Юлия Борисовна, вы, если в нашей группе не состоите, пожалуйста, включайтесь туда. Если состоите в нашей группе на Фейсбуке, в личку мне, пожалуйста, напишите более подробный вопрос, чтобы нам с ним уже как-то более конкретно поработать. Отдельный раздел по цифровизации. Илона Петровна, чаще всего называют ДОИ. Хотя правильно по-английски, так как вы написали ДОАЙ. Но для нас выговорить это достаточно сложно, поэтому в русскоязычной среде как-то чаще говорят ДОИ. Присывать ДОИ. Может быть, это не совсем и правильно, и режет слух, особенно преподавателям английского языка. Но это, знаете, как копипейст. Иногда говорят копипейст, а я очень часто слышу, как это трансформирует на русские манеры. Говорят, скопипастила работу. Поэтому здесь, ну, как назвать, то назвать. Не страшно, в принципе. Наталья Георгиевна, можно на ваш курс? Наталья Георгиевна, конечно, можно. То же самое, коллеги, если по курсу будут вопросы, на Фейсбуке напишите, пожалуйста, мне в личку. И на всякий случай я вам дам сейчас адрес электронной почты, куда можно будет по вопросу прохождения курсов тоже написать. Сейчас я его только наберу. Постараюсь без ошибок. Точка рот. Да, вот. В теме письма, пожалуйста, указывайте вот эти два слова. Одно аббревиатуру, одно слово. Вот мой адрес электронной почты. tvtlsobachka.bitrix24.ru И в теме письма, пожалуйста, обязательно пишите. ДА-курс, Директ Академия. Вопрос по обучению на наших курсах. У нас несколько будет курсов. С осенью мы их запускаем. Ну и, естественно, тем, кто приходит раньше, скидки и льготы, они тоже будут. На портале Директ Академия в основном идет речь о курсах для организаций. Но у меня также еще сейчас будет с осенью тоже запускаться курсы для физических лиц. Поэтому вы пишите мне по всем вопросам. Можно обращаться. Я думаю, Павел Юрьевич подскажет адрес, куда еще можно обращаться по поводу обучения. И мы этот вопрос, конечно, решим. Для физических лиц курс тоже будет. Обязательно будет. И для физических, и для юридических. Итак, коллеги, на этом мы заканчиваем. Я боюсь, что у меня сейчас опять интернет может. Да, вот по поводу обучения к Павлу Юрьевичу. Интернет может слететь. Всем хорошего, плодотворного, продуктивного отдыха. Хорошо отдохнуть, особенно преподавателям в преддверии в ГОСОВ 3++ и нового учебного года. Связь мы не теряем. В нашей группе мы будем продолжать наше общение. И хотя наши вебинары заканчиваются, но вопросы и какие-то интересные вещи, несмотря на отпуск, я все равно в группу буду бросать. Для того, чтобы мы с вами не расслаблялись. Итак, коллеги, всем большое спасибо. Всем огромное спасибо за поддержку. И у меня будет к вам еще один небольшой вопрос. Если можно, свои отзывы по вебинарам. У нас в этом году с вами было очень много встреч. Мне хотелось бы получить от участников вебинара вот такую обратную связь. Можно на мой адрес электронной почты присылать некую обратную связь от вас. Что понравилось, что может быть не понравилось, что было хорошо, что еще хотелось бы. Может быть какие-то идеи по темам. Для того, чтобы за летний месяц не подготовиться к новому учебному году и, возможно, к новым вебинарам с учетом тех пожеланий и предложений, которые будут актуальны и нужны для вас. Поэтому, пожалуйста, вот так. А вот мейл был чуть-чуть повыше. Сейчас я тогда еще раз напишу Юлию Борисовну. Вот на этот мейл можно присылать свои отзывы. Для меня это очень важно. Отзывы от слушателей, некая обратная связь. Как есть, так, пожалуйста, перепишите. Для меня важно каждое ваше слово, каждое ваше предложение, замечание и комментарии. На этом я еще раз благодарю вас всех за... С многими мы в течение года постоянно встречались. Кто-то к нам приходил иногда, кто-то, может быть, сегодня первый раз пришел. Я одинаково рада видеть каждого из вас. И спасибо вам большое за то, что этот год мы были с вами вместе. За вашу поддержку, за ваше доброжелательное отношение, за вашу активность, за острые вопросы, за все. Большое вам спасибо. Юлия Борисовна, сроки по отзывам до начала июля. Сколько у нас там недели осталось? В течение недели там буквально несколько слов, предложений, пару абзацев. Ну-ка, как пойдет? Здесь уже не ограничиваю. Итак, коллеги, всем спасибо. На этом я прощаюсь и передаю слово Павлу Юрьевичу. Татьяна, так уж сильно не прощайтесь. Всего лишь речь идет о лете, в течение которого нам надо отдохнуть. Ну, а для наших слушателей, да, я, конечно, хочу поблагодарить Татьяну за замечательный гигантский труд, который она провела в Директ-Академии. Это было 20 вебинаров за наш учебный год. Вебинаров чрезвычайно популярных. Мы обязательно продолжим это все дело в следующем году. Ну, и благодарю вас, тех, кто так активно принимал участие во всем цикле вебинаров Татьяны. Но хотел бы предупредить, что Татьяна сегодня с вами прощается. Но мы пока не расслабляемся. У нас еще целая неделя вебинаров впереди. И я напоминаю, что следующая неделя тоже будет интересная. Приходите, еще пять вебинаров впереди, будет интересно. Ну, и окончательно попрощаемся на лето уже в пятницу следующей недели. Всего вам хорошего. Юлия Борисовна, я в самом начале чата давал информацию о нашем видеоканале на Ютьюбе. Сейчас я с вами попрощаюсь. И после этого, визуально, и после этого в чат вам еще раз кину эту ссылку на наш видеоканал на Ютьюбе. Итак, всего хорошего. До новых встреч в Директ-Академии. До свидания. Приходите к нам, будет интересно.